Лариса Паутова Сергей Сергеевич, так представил меня. На самом деле безумно сложно после детей рассказывать, потому что после детей что не скажешь, что абсолютная глупость. Поэтому мне очень сложно, я была не готова, и я жалею, что я не взяла с собой свою дочь. Девятилетнюю Катю, потому что она должна была посмотреть на эти шикарные выступления детей. Но если говорить о том, что я не только мама, но и столок, я хотела бы рассказать о том, не как воспитывать инноваторов, не о том, как воспитывать детей. Честно говоря, я, наверное, не очень хорошая мама, я слишком много работаю. Я расскажу о том, что я вижу не как педагог, не как Сергей Сергеевич, я вижу как человек, как измеритель человеческих настроений, что же будет потом, что на выходе. Вот мы их вырастили, и что мы сейчас наблюдаем. Люди от 18 лет, какие у них проблемы, какие у них недостоинства. Итак, тема моего сообщения. Как воспитывать инноваторов. Я хотела бы начать с того, что сейчас, когда я ехала на машине сюда, в гараж, я услышала очередное похождение Медведева в Сколково. Он в очередной раз встречается с инноваторами, насколько я понимаю, уже второй раз за месяц. И мои ребята, друзья, поскольку говорят, что это уже невозможно, это постоянные встречи. И тем не менее, во многом благодаря Медведеву сейчас есть определенный спрос на модернизацию. И мы понимаем, что модернизация – это то, что доктор прописал, то, что важно. И 69% россиян говорят, даешь модернизацию, даешь инновации, даешь светлое будущее. Непонятно как и что, вместе или порознь, но это надо сделать. Тем не менее, вот такое благое пожелание российскому обществу, как инновация, на самом деле разделяют единицы. И, естественно, это тема продвинутых локомотивных групп. Это тема, которая интересна интеллектуалам, предпринимателям, бизнесменам, инвесторам. И это тема, которая волнует на самом деле 6% людей. 6% – это очень и очень мало. Именно эти люди говорят о том, что они занимаются инновациями в творчестве, они занимаются им в педагогике, они занимаются инновациями на телевидении, в бизнесе, где угодно. Я занимаюсь инновациями. 6%. Много это или мало? Наука говорит, что это очень много, что это нормально. Но проблема в том, что 6% рождаются людей со склонностями к инновациями. И изначально, и мы видим сегодня по детям, что очень многие одарены именно этими креативными, творческими, инновативными качествами. Но потом, год от года, от поколения к поколению инноваторов становится меньше. Что же происходит с ними? На этот вопрос, наверное, может ответить социолог. С какими проблемами они сталкиваются? И я хочу рассказать об этом, чтобы вы, как родители и как эксперты, понимали, какие опасности на пути у этих замечательных деток. Но прежде всего, кто такие инноваторы? Инноваторы, люди, которые таким или другим образом пытаются создать нечто новое. Масло масляное, инноваторы новые. Но это люди, которые, конечно, видят немного иначе. Они видят иначе, они способны сгенерировать. Как Джобс, он видел все вокруг, он увидел иначе. Где-то у кого-то украл, неважно. Он сформулировал нам новый стиль, образ жизни. Он умер и ушла эпоха. Инноваторы, это, безусловно, люди активные. Им сложно было бы здесь высидеть. Они мобильные, они передвигаются. Их сразу видно, даже визуально, потому что они всегда в движении. Инноваторы, естественно, склонны не к постоянству. Поэтому они травмируют и раздражают консерваторов, потому что они постоянно в движении хотят перемен. Самый важный момент, если мы сейчас постоянно говорим про Джобса или про Гейнса как инноваторов, мы встречаем массу легенд о них, о том, какие они неуживчивы, какие у них ужасные были привычки, какие они были отвратительны в семейной жизни. Тем не менее, именно это является склонностью их характера, инновационного характера. И, наконец, самое важное, они не только активные, мобильные, независимые индивидуалисты, они способны сделать проект и довести его до конца. Именно это отличает инновационных личностей 6%, 3%, 1% от большинства из нас. Так вот, биологи, педагоги говорят, что равномерно во всех обществах люди встречаются с такими качествами, но, как у нас в России часто бывает, среда душит. Я не знаю, душит ли она в английских школах, поддерживают они инноваторов или нет, но, судя по тому, что было рассказано, все-таки там есть определенная свобода для инноваторов. Как социолог я вижу три проблемы, которые стоят перед нами как людьми думающими и как родителями. То есть вот три проблемы. Все мы сжимаем до трех важных черт. Инноватор, а это тот, который должен, по идее, вывести нас из зависимости от нефтегазовой иглы, он должен быть индивидуалистом, он должен быть креативным, и он должен воплощать проекты. И вот здесь мы видим очень много проблем. Итак, индивидуализм. Человек уже в детском возрасте, особенно среди поколения, то, что мы именуем поколение Z, вот они здесь присутствуют, они, как правило, не любят быть похожими. Они очень любят выделяться. И это часто отмечают родители, учителя, что современные дети хотят выделяться. Если мы говорим о подросших инноваторах, о подросшей молодежи, то где-то половина хочет выделяться, быть непохожими, половина старается быть, как все. 37% комфортно себя чувствуют в ситуации жизненных перемен, большинство любит стабильность. То есть, в принципе, мы видим, что не так много людей, которые соответствуют инновационным каким-то практикам. Но что чувствуют эти люди, когда они попадают из семьи, где, допустим, замечательные такие папы и родители, которые поддерживают их в школе? Я думаю, качество плохое пыталась вчера в ночи что-то дублировать. Возможно, кто-то из вас на ютубе видел замечательный ролик «Праздника нет два». Видели? Замечательный малыш. Девочка хорошо поет. Мне жалко тоже девочку. Она готовилась, она поет. Она поет хорошо. И вдруг малыш на заднем плане зажигает. Зажигает лучше Медведева точно. Он зажигает. Я вижу, что учительница на заднем плане в педагогической дилемме. Поддержать надо девочку, правильная педагогия. И в то же время мальчика нельзя останавливать. В конце концов, все-таки проходит, я засекала, минута. Она подходит и делает замечание. Ребенок стоит буквально несколько секунд. И дальше он начинает танцевать еще более отвязно. Ему очень нравится танцевать. И это уже начинается просто пляска. И это ролик наиболее скачиваемый после ролика «Нет праздника», когда девочки истерично рассказывают о том, что шарика не дали, ничего не дали и так далее. Вот взрослые, а прежде всего учителя, не всегда готовы принять этот индивидуализм. Воспринимают это плохое воспитание. Они говорят, что они разбалованные дети, избалованные и так далее. Такой же пример был с моей дочкой Катей. Она в хорошей школе. Она очень любит петь. И когда пели на английском празднике замечательную песенку, Катя решила, ну не так, как этот мальчик, но тем не менее ей хотелось двигаться. А остальные дети стояли в совершенно траурном настроении, потому что им не нравилось. Катя двигалась, я тоже досчитала до 15, учительница подошла и поставила ее в ряд. Ребенок стоял вот дальше на празднике, как все. Вот это желание, как все, задавить, может быть, у нас оно будет меньше, но оно в учителях очень сильно развито. И в преподавателях университетах, я сама 15 лет в университете, тоже. Нам не хочется иметь ярких и интересных личностей. Это было всегда, и это никуда не уходит. Другой момент, вот тот самый креатив. Мне очень нравится гараж, я приведу сюда, я приведу сюда своего ребенка, я накуплю сейчас книг, если будет возможность. Но я понимаю, что вот креатив, есть художественный креатив, но когда учителя и вуз работают с детьми, они имеют предубеждение. И это предубеждение есть у учителей и особенно у экспертов, что дети наши цифровые компьютерные, и куча в них недостатков связаны с компьютером. И если я была маленькая, и я получала двойки, отец говорил, это Женя Кабанова тебя научила, то теперь, когда моя дочка получает двойки, отец говорит, это все компьютер. Иными словами, компьютеры воспринимаются как бедствие. Но я не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, если это мы не можем изменить, мы должны это возглавить. И креатив, а они креативно, очень хорошо пальчиками водят по этим гаджетам, это, соответственно, нужно возглавить и нужно русло этот креатив использовать. Во всяком случае, в фонде общественного мнения мы берем девочек, мальчиков до 25 лет, которые прекрасно пользуются этими технологиями и даем им работу. Они не станут Цукербергами, но они делают нам интересный дизайн. Иными словами, я за креатив новый, если мы не можем изменить цифровую цивилизацию, мы должны ее возглавить, иначе она испортит наших детей. И, наконец, важный момент. Здесь я уже говорю не как педагог, я говорю как социолог, который ездит по всем гастролям, инновационных ярмарок, венчурные инвестиции и так далее. Вот дети изучают батик, изучают динозавров. Во многих школах есть проектный подход. Но я, когда преподаю в университете, и когда я встречаюсь с молодыми ребятами, я вижу, что проектное мышление, я думаю, Александр Бобрецов меня поддерживает, проектное мышление у единиц. Они могут нарисовать что-то, они не могут делать проект от начала до конца. Видим замечательных мальчиков, их всегда вы встретите на Зваркинском проекте, когда приезжает Путин Медведев, их выводят в самоделки, на которые умеют сделать что-то. Но они не могут потом язык изобретения перевести в проект, тем более в бизнес-проект. Это свойство новой инновационной личности. Изобрести мало. Нужно довести до конца, сделать проект, рекламу проекту, добиться денег. Например, приходит Медведев в школу, ему показывают очередной проект. Мальчик просит денег, денег дадут. Воспользуется ли он этими деньгами, сможет ли он из этого сделать реальный проект, это вопрос. Поэтому, если вы воспитываете своих детей, я уверена, вы это делаете правильно, мне кажется, самое главное в них прививать сейчас проектное мышление. Неважно, какое у них есть качество, талантливое качество, чтобы от начала до конца они могли увидеть много разных игроков, свести в едино и к своему таланту относиться как к проекту. Продавать себя, продавать другим, пытаться на этом заработать деньги и попытаться быть полезным другим людям. Это тоже проект. И последнее. Я опять-таки говорю, что я не педагог, но мои друзья-инноваторы, которые вчера я видела на натихе, они сказали, я спросила, что передать родителям, которые придут, что передать экспертам, которые придут, как воспитывать инноваторов. Они, естественно, прочитали и сказали, что мы не знаем вообще, кто такие инноваторы и откуда растут инновации, это как стихия, неведомо откуда, но они просили вам передать следующее. Можно я процитирую, простые вещи, но от инноваторов Роснано, Сколково. Дети задают вопросы, а это изначально прекрасное качество. Задавайте, продолжайте детям задавать вопросы, родители задавайте им тоже вопросы. Все инноваторы задавали очень много вопросов, вынося мозг всем остальным, и это единственная стратегия воспитания инновационного мышления. Дальше не говорили. Важно чувствовать все время комфорт, особенно семейный комфорт, потому что когда ты находишься как офисный планктон в open space в замкнутом пространстве с занудным начальником, креатив не прет. И то же самое относится к детям. Нет, можно, конечно, создавать было и в ГУЛАГе креатив, но дети должны чувствовать определенную комфортность, иначе креатив и инновации не пойдут. Попросили передать вам следующее. Не бойтесь осуждений старших. И мне было приятно это услышать, потому что недавно мой ребенок учил какое-то очередное занудное стихотворение про осень. Вы помните, еще мы эти учили. Я ее учила с выражением. Она мне сказала, я стесняюсь с выражением рассказывать. И получила заслуженную четверку. После этого я стала убеждать не стесняться быть непохожей и быть хорошей. Они почему-то иногда стесняются. Совет от роснановцев. Они говорят о том, что нельзя замыкать креатив в какой-то одной сфере. Я думаю, что нельзя динозаврами и батиком только ограничиваться. И наверняка они не ограничиваются. Если он проявляет свойства в этом, он должен проявлять в каких-то других качествах. В кулинарии, например. И, наконец, очень важный момент. Я вспоминаю опять свою дочку. Я вижу, что дети любят самовыражаться в одежде. И это очень часто не любят учителя. Когда мой ребенок проходил все прошлые каникулы в маске «Зора», потому что ей понравилась «Зора», и она не хотела носить девчачью одежду, героиня этого мюзикла, она хотела быть «Зора», учительница осуждала. А актриса, которая приезжала давать им мастер-класс, она сказала, что это замечательно. Девочка вошла в образ, в мужской образ. Все нормально, все хорошо. Пусть ребенок самовыражается. Отсюда, я думаю, важный момент, если мы хотим воспитать инновационных личностей, мы можем, конечно, подумать вообще, готовы ли мы быть сами инноваторами, и способны ли мы этих инноваторов воспитывать. Поэтому банальная мысль в конце. Начнем с себя, чуть-чуть будем так, не будем стареть, будем инноваторами, чтобы в конце концов воспитать, ну пусть не 6%, а хоть 5%-то передадим Медведеву и Путину. Может, они все-таки модернизацию эту совершат. Вы можете найти меня в ВКонтакте, в Фейсбуке и в ЖЖ. И если можно, минута рекламы. Сергею Сергеевичу Александру я попросила, мы сейчас для Сколокова пишем коллективную книгу инноваций, где можно поспорить со мной и сказать, что все это было не так. И там есть раздел, есть как воспитывать инноваторов. И если вы мне напишите, я скажу, как этот сайт зовется, здесь нет рекламы. Но очень интересная вещь, можно писать все вместе, как Википедия делается книгу инноваций. Сколокова будет это читать, может, действительно они там что-то построят для наших детей, когда они выйдут из университетов, они будут жить в российской Кремниевой долине, и вы поучаствуете в этом интересном документе. Все, спасибо большое. Спасибо большое.